Желающий, был вопрос, спрашивали о том, что касается упражнений, которые можно делать для того, чтобы развивать себя. У кого, допустим, каналы еще забиты, энергетика по ним или материя не идут достаточно хорошо и так далее, что можно посоветовать? Конечно, можно посоветовать, это упражнение, но это потребует работы, и работы интенсивные. И, опять-таки, любое движение вперед, развитие, оно требует труда над собой, победы над собой и так далее, и так далее, и не будет происходить само по себе. Открыл глаза, закрыл глаза, и все в порядке, и уже получил, такого не будет. Какие упражнения можно посоветовать, чтобы действительно каждый мог делать, которые действительно полезны? Я могу привести несколько таких упражнений, это не мои упражнения, одно из них я взял из раджа-йоги, только другое направленность придал этому упражнению. Смысл упражнения очень простой. Для этого упражнения лучше всего, чтобы человек лег, желательно же перед сном это делать, когда человек уже и так идет, чтобы ко сну отходить. Ложитесь, расслабляетесь и просто представляете, что ваша энергетика создачна в солнечном сплетении, как шарик. Если вы добьетесь, вы почувствуете, как больше или меньше размера шара образуется в солнечном сплетении. И потом, если вы знакомы немножко с меридианами, они не совсем так, как их рисуют на картинах, потому что никаких прямых линий под углом не существует. Но меридианами проходят, и просто нужно все представить, что меридианами проходят к каждому пальцу руки и, соответственно, к каждому пальцу ноги. И задача заключается в том, что при упражнении заставить создавшийся шарик в солнечном сплетении двигаться, вот направливаете, вот он пошел, идет, раз, дошел до пальчика одного, обратно провели его, вернули. И по каждому пальцу прогулялись, или, если можете, сразу по всем пальчикам руки и ног пройтись, туда-сюда. Просто скажу, что чаще всего вы, если не сразу получите, даже собрать шарик в солнечном сплетении. Если получите собрать, это не значит, что вы начнете двигать, он не будет рассыпаться. Знаете, начнете двигаться, раз, распадется опять. Значит, опять вернуться, собрать и дальше идти. До тех пор, пока вы не пройдете, вот таким упражнением не протестите свой организм. Чем польза в этом? Польза несколько имеется. Почему? Во-первых, когда вы собираете потенциал, допустим, энергетику в своем солнечном сплетении, вы учитесь констративной энергией. Раз. Второе, когда вы удерживаете это, вы учитесь управлять этой энергией. Когда вы ведете по каналу, вы тоже в управлении и удержании в его нужном для вас состоянии. Плюс, когда вы проводите по своим каналам, вы их протещаете, знаете, как ершиком. Очищаете от шлаков, блокировок и так далее, и так далее. Вот одно из упражнений, которое может действительно очень быть эффективно и полезно. Другое упражнение тоже можно делать. Вот руки ставить вот так и попробовать. Ну попробуйте все сейчас. Просто возьмите немножко, встряхните так руки. И вот поставьте между собой. И вот постарайтесь настроиться и почувствуйте, что поток должен пойти от одной руки к другой. И при желании вы можете усиливать и создавать спектры потоков, идущих между руками. И добиваться того, что они будут двигаться в любом направлении, как вы можете, и так далее. Это тоже очень полезно. И нам нужно проверить, что это уже не глюки, а реально это двигается, и что это энергия действительно. Глюки, а вы пробуйте, если у вас не получается. Как бы вы ни глючили, оно не получится. Дело в том, что это не может быть галлюцинацией, потому что когда вы чувствуете поток, возникает определенное ощущение. Ну если сейчас даже есть приборы, я приборы не пользуюсь, но есть приборы разработаны, которые позволяют косвенно, по крайней мере, регистрировать этот процесс. И вы можете просто, приобретя такой прибор, если вам будет возможность, смотреть себя до того, что хотя бы ориентировочно иметь представление. Ну коротково тоже, но несколько другого плана работы. Это не для этого, это очень замедлено и так далее. Он может до того и после, он нужен в динамике быстро. Это есть разработки, я не интересовался, поэтому вы можете поискать, найдете. Вот такие упражнения. Другие упражнения можете делать, то же самое. Вы, допустим, находясь в лесу, допустим, вы можете настраиваться и чувствовать, как лицо, потенциал дерева. Разные породы деревьев вы будете чувствовать по-другому. Если дерево будет к вам доброжелательно, вы одно ощущать будете. Если, не дай бог, вы сломаете ветку, лучше не настраиваться на это дерево, оно может вас вмазать хорошенько. То есть, понимаете, и вот тренируясь тестировать, допустим, вы можете почувствовать мертвую древесину и живую древесину. И почувствовать различие. То есть, вы должны развивать свою чувствительность, потому что пальцы рук действительно, и особенно окончание, они имеют очень высокую уровню чувствительности. И, если правильно их развивать, они позволяют очень много определить. Вплоть до, можно определять на огромном расстоянии, допустим, одну молекулу токсинов среди миллиона нормальных молекул. Точно достаточно хорошие, да? И это вполне реально. Только, опять-таки, нужна работа, работа, работа и практика. И самое главное, уходить от шаблонов, к которым человек привык. Потому что, когда человек привычно действует, шаблонно, то у него, к сожалению, ничего не получится, кроме того шаблона, к которому он привык. А это нужно совершенно по-другому воспринимать, совершенно по-другому, так сказать, реагировать. То есть, нужно изменить свое мышление, свое восприятие, по-другому воспринимать, видеть мир по-другому. А это, к сожалению, как показала практика, самое-самое сложное. Поэтому, конечно, самый лучший вариант – это заниматься с детьми. После рождения сразу давать правильный фундамент, и дети уже растут, формируются правильно, уже не нужно ничего ломать, потому что, когда ломаешь, все равно уже не то. А когда фундамент создается с самого начала правильный, то действительно можно получить очень много. К сожалению, дети Индии, которых вы слышали, наверное, которые появились после 1995 года в массовом количестве, связаны с тем, что были сущности, которые ждали воплощения, были освобождены от предыдущей кармы наработанной. Но к чему привело? Их тут же начали пихать в разные секты, христианские и так далее, в секты, чтобы использовать те возможности, которые у них есть, не развив их, опять для каких-то сугубо примитивных алчных целей. То есть, чтобы показывать чудо, извлечение кого-то и так далее и тому подобное. И вот это чудо, и тем самым привлекать людей, чтобы они шли и раскрывали свои кошельки, и несли в церкви сокровища, заработанное своим кровью. И потом. Вот понимаете, к чему превращается? Потому что пока не изменена система мирового понимания, мирового зрения, не изменена, но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что люди оказываются даже измененным сознанием, если они не назначены, а дети, они еще и сформируются, в частности, только начинают, они оказываются в ловушке, потому что их начинают отлавливать все, кому не влень, не позволяя им действительно развиваться в правильном направлении. Поэтому, что, к сожалению, далеко не все в той школе ментальной, которую мы слышали, уже порядка 10 тысяч детей, ну, многие уже стали не детьми за 15 лет, но все равно это немного относительно, хотя возможности этих людей уже очень серьезные, и скоро это будет проявляться во всем мире. Но, опять-таки, поймите следующее, не произойдет ничего в один день, не произойдет, что за вас никто ничего не сделает. Можно помочь человеку, но, как говорится, можно привести человеку воду дать, и если они будут ее пить, то он жажду не утолит. Так и здесь, без того, чтобы человек сам работал, и работал тяжело, и работал не... То, знаете, сразу, вот мы сразу хотим воевать, в космосе и тому подобное, сразу вперед. А готовности нулевой, нулегостовность. А не хочется делать рутинную, нудную, неинтересную работу, которая по 20 часов в день уже, наверное, по 24 часа в день уже делать. Это не хочется. Сразу раз, как в том анекдоте, вот провезите мне 40 немцев, я их здесь расстреляю, а у меня дайте герои Советского Союза, как в том анекдоте. А зачем меня везти на фронт, зачем одежду давать военную, форму, кормить, поедать? А вы их сюда привезите, я их хлюпну здесь, а вы мне герои дадите. Понимаете, такой вариант не пройдет. Без того, чтобы человек сам работал, можно дать инструмент, но инструмент сам по себе не действует. То, что это дело, это только инструмент, и если человек не может им правильно использовать его и применять, то он может не только не пользу принести, он может и навредить и себе, и другим. А что еще хуже? Другим. Себе еще полбеды, а когда вредиться другим, это самое страшное. Спасибо.